МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но я предлагаю услышать, что по этому поводу сказал президент Украины Владимир Зеленский, ну и об этом поговорить. Ставки наступны. 5%. Ставки следующие. 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст как минимум 2 новых рабочих места. 7% для нового бизнеса или уже существующего с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие места, но за каждого нового сотрудника будет иметь скидку на ставку в полпроцента. И 9% для тех, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить свое дело. Ну вот, много цифр. Я хотела бы, чтобы вы как экономист оценили реальность такой реформы, такой инициативы. Как много здесь красивых слов, популизма, и как много вот именно тех вещей, которые реально выполнить? Мне кажется, что существует просто недостаточная компетентность тех людей, которые готовили господину президенту Зеленскому эти предложения, потому что, ну, во-первых, не существует в нормальной экономике такой ситуации, где бы могли отличаться процентные ставки для разных групп бизнеса в разы. Это не соответствует реальности. Более того, это может провоцировать злоупотребление. Ну, потому что создание рабочих мест – это такая достаточно условная категория. Их можно формально создать. Во-первых, там уже не написано, с какой зарплатой. Ну, сейчас уже так делают. Да, создают формально рабочие. Ну, есть там, когда людей с инвалидности, например, берут, то фактически номинально их берут на минимальную зарплату и исполняют нормы закона о том, что они должны быть в штате. То есть, во-первых, существует возможность злоупотребления в связи с этим. Причем, ну, все решается очень просто для того, чтобы не было обвинения, что вы тут же взяли деньги, тут же положили под более высокий процент их. Можно перекинуть там свату, куму эти деньги под покупку каких-то товаров. Давайте, давайте, да, вот по каждому пункту. В результате потом этот кум положит эти деньги на депозит, который будет фактически в два раза выше, нежели ставка по кредиту, и все, и будет заработок чистый. Поэтому, во-первых, в экономике не работают принципы, когда можно в таком виде сделать дешевые кредиты. Либо проводится монетарная политика Центрального банка, которая бы приводила к общему снижению процентных ставок, либо вы можете породить лишь коррупцию в злоупотреблении в связи с этим. Но есть и вторая проблема. Ведь мир имеет опыт, Европа имеет опыт помощи малому и среднему бизнесу. А некоторые программы, например, впервые вообще поддержки, гарантирование кредитов для малого бизнеса, они вообще были когда-то введены впервые, как ни странно, в такой стране, как Япония в 30-м году. И тут вопрос состоит в том, что уже наработаны механизмы именно гарантийной поддержки малого бизнеса. Все в чем проблема? Дело в том, что у малого бизнеса объективно значительно меньше есть средств, активов, которые можно заложить. А для банка это же вопрос не только выдать какой-то кредит еще под более низкую процентную ставку. Это вопрос, как государство собирается это компенсировать. Есть вопрос, каким образом потом повернуть свои деньги. Поэтому в Европе наработаны целые программы, причем не одна, а несколько программ вот этой поддержки малого бизнеса. И там она предполагает, что часть-часть этого кредита будет прогарантирована фондом гарантии, именно направленной на развитие малого бизнеса и на доступность для них кредитов вот этих. Поэтому то, что предлагается, это, к сожалению, точно не будет работать, скажем так, эффективно работать. Потому что, безусловно, что-то можно запустить, какую-то программу, потом столкнуться с массовыми злоупотреблениями, и все это закончится швахом, скандалами, и все. И на этом вся история с вернись и оставайся, она закончится. Ну вот президент, он заверил, что пока что это такая общая информация, а вот детальная информация об условиях, механизмы указанного кредитования, а также новые этапы программы, они появятся вскоре. Давайте вот по пунктам. Все, что вы перечислили, все угрозы по поводу того, что нигде нет такого, чтобы разным видам бизнеса выдавали кредиты под разные процентные ставки. Причем, чтобы не просто под разные, а в разы разные. В разы разные. Какая сейчас процентная ставка в Украине для вот той категории бизнеса, о которой мы говорим? От 18-20% годовых. От 18-20%. Даже если в Украине будет вдруг ноу-хау, да, такое экономическое, что вот для тех категорий, о которых говорит президент, будут там ставки, не знаю, 7-9%, 5%. Возникает первый вопрос. А какие банки, почему, на каких условиях они согласятся вот настолько в разы уменьшить эту процентную ставку? Потому что это, опять же, такой вопрос, ну, для чего им это делать, для чего уменьшать ставку с 18 до 9 или до 5? Ну, очевидно, что это придется делать либо через механизм какой-то, фактически, насилия над Центральным банком, когда его будут заставлять выпускать какие-то рефинансирования дешевые, под такие кредиты это раз, либо государство будет, правительство будет компенсировать разницу в процентных ставках для такой категории. Однако и первый вариант, это, ну, категорически неправильный, да, то есть Национальный банк должен сохранять независимость, и он действует в режиме единого монетарного поля, который он должен создавать. Есть, у меня очень много претензий, что делает Национальный банк с точки зрения подходов монетарной политики, но политика нескольких процентных ставок, причем не просто, которые отличаются не на, там, полпункта, да, там, либо, там, до десятого пункта, а отличаются в разы, это точно неправильная история. Плюс к этому, еще раз подчеркиваю, что существует для всех банков, существует проблема не просто в выдаче кредита, а в том, чтобы его вернуть. У него есть требования к залогам, которые необходимы для того, чтобы этот кредит был выдан. А у малого бизнеса, вот приезжает, возвращается в Украину, маленький Украинец, с Европы, и хочет взять такой кредит. А у него нет ничего в залог. Да, что в залог, да. Главная проблема будет то, что ему не дадут кредит просто потому, что у него нет залога под него. Поэтому и действует вот эта система гарантирования кредитов для малого бизнеса, которая и должна быть реализована. Но, в принципе, наработки по созданию такого механизма, они в Украине велись еще там с нулевых годов. Я в свое время, будучи консультантом правительства по развитию финансового сектора в части банковского сектора, мы как раз нарабатывали эти механизмы, опираясь на европейский опыт. Но, опять же, это отдельная программа, она требует отдельного законодательного урегулирования этого вопроса. Так просто это, ну, вот, исходя из того, что сказал господин Зеленский, из этого абсолютно не следует, что пока есть даже понимание, как это регулируется в мире. И, опять же, без решения, без отдельной проблематики процентных ставок. Потому что, что значит, вы насколько хотите дать и какое количество. Вот существует идея, она немножечко отличается, но касается кредитов фермерам под покупку земли. Да, что мы вот... Ну, то, что планируется, да. Да, но на самом деле это тоже система не будет работать. Почему? Потому что, фактически, правительство закладывает бюджет средства на компенсацию процентных ставок. Окей, на какое-то количество, во-первых, вы сможете дать эти кредиты на компенсацию. Что будет, когда этих спрос будет больше? У вас есть деньги в бюджете? Как минимум, надо получить согласие Верховного Совета на это. Окей, в этом году вы получили, а в следующем году? А через год? А через два года? Ведь, условно говоря, если вы компенсируете в этом году, то это предполагается, что на весь срок этого кредита вам надо предусматривать деньги, а будут появляться новые, желающие взять кредит на таких условиях, и выяснится, что денег бюджет просто нет на эти цели. И они будут разводить руками и говорить, ну, извините, не получается. У нас нет уже таких возможностей дать вам дешевый кредит. Все, таким образом фермеры будут лишены возможности по такой программе, взять деньги в кредит для того, чтобы купить землю. Причем по этому поводу есть же украинский опыт, к сожалению, печальный. Это так званное молодежное ипотечное кредитование. Именно такая система была. Мы будем давать вам кредит, а государство будет компенсировать проценты. А потом сказали, ой, извините, деньги закончились, нет в бюджете денег на этих целей. Там были проблемы даже с теми, кто взял эти кредиты, потому что даже для них потом выяснялось, что нет компенсации. И банки начинали давить на должников, говорили, ну, знаете, то, что вам гарантировали, это дело такое, но у вас есть кредиты, и, пожалуйста, заплатите все проценты, которые вы должны заплатить. А уже не говорят о том, что есть будут новые, придут. Да, если мы говорим о том, что, да, будут уточняться моменты этой инициативы, да, будут законопроекты, и если представить себе, что вот эта инициатива, она будет иметь право на жизнь, она будет реализовываться в Украине, да, в контексте украинской экономики. Вот, были те варианты, которые вы сказали, каким образом банки будут соглашаться или их будут принуждать, да, вот эти именно такие процентные ставки. Давайте поговорим о последствиях, да, вот когда это все будет реализовываться, будет кто-то, наверное, кто будет брать эти кредиты. Тут только у меня, знаете, возникает вопрос, каким образом доказать, да, что ты собираешься уехать, или там что-то, скажем, приехал, да, вот. И опять же, есть, наверное, механизмы, которые позволяют человеку не взять этот кредит и положить на депозит, да, под высокие проценты, каким-то образом доказать, что ты эти деньги куда-то, вот, в сельское хозяйство, да, например, вложил, или в свое дело, в свой бизнес, как-то доказать эти моменты. Механизмы же есть. Ну, не всегда. Вот я привел пример. Вы взяли кредит такой, да, и заплатили за оборудование кому-то с поставкой через это оборудование через полгода. А эти деньги, на самом деле, взяли и положили на депозит. Что вы будете с этим делать? Каким образом вы будете доказывать, что он знал, что это, во-первых, мнимая сделка покупки этого оборудования, и деньги будут приводиться. Поймите правильно, если вы закладываете уже возможность для коррупции, то это лишь вопрос того, и злоупотребление, то это лишь вопрос, каким образом и кто будет их использовать. Ну, и масштабов, конечно, для этой коррупции. Да, но объективно, есть объективная вещь. Нельзя делать какие-то процедуры, которые будут содержать коррупционную либо коррупционную составляющую, либо вот это злоупотребление, которое будет порождать. Если вы это делаете, у вас появляется возможность для коррупции. Кроме того, в связи с тем, что выяснилось, что не все могут взять этот кредит, появляется еще вторая составляющая из коррупции – это «тебе дам, тебе не дам». А если я тебе дам, а тебе не дам, то значит появляется возможность, снова такие коррупционные составляющие, о том, что тебе дам, только потому что ты принесешь мне что-то в конверте. Такая история была, кстати, и с молодежным вот этим подъемным летованием. Ну да, и в неравных условиях. Хорошо, если вдруг эта, я не знаю, эта инициатива, она будет иметь право на жизнь, она будет реализовываться в Украине, вот какими могут быть последствия и для Нацбанка, о чем вы говорили, и для, в принципе, экономики страны? Не закончится ли это катастрофой? Нет, эта катастрофа не закончится, это закончится злоупотреблением, попыткой ее реализовать. Потом станут всплывать факты злоупотребления, потом выяснится, что у вас просто нет средства в бюджете компенсировать вот эти процентные ставки и так далее, и в результате это закончится скандалом и умиранием. Умиранием инициативы. Да, ну вот еще раз говорят, где сейчас молодежное ипотечное кредитование? Оно есть? Да, оно умерло. Умирало по той причине, что его нет, при той модели, которая существует сейчас, нет возможности это реализовать. Нет, но само кредитование как идея, как программа, они существуют, да? Нет, а фактически она, не-не-не, она умерла, потому что для того, чтобы она существовала, необходимо, чтобы любой молодой человек, семья молодая, пришла и взяла этот кредит. Если ты его не можешь взять, потому что тебе говорят, извините, у нас в бюджете не предусмотрены деньги для компенсации процентных ставок по этим ипотечным кредитам, то, значит, что это говорит? О том, что нет, она как бы, программа может формально существовать, но она существует на бумаге, ее нет в реализации. И при этом я подчеркиваю, что когда ее тогда реализовывали, когда еще выделяли деньги в бюджете на вот компенсацию процентных ставок, это порождало коррупцию. Почему? Потому что тебе дам, тебе не дам. А если тебе дам, а тебе не дам, то, значит, ты должен принести мне взятку, и тогда ты этот кредит получишь. И это, к сожалению, было, это не разовая история, она, к сожалению, была как явление. И это абсолютно объективная реальность, потому что если у тебя возникает дефицит доступа до ресурса, то тем самым автоматически появляется возможность на этом фоне злоупотреблять и порождать коррупцию. Все. Поэтому есть вещи, которые либо вы правильно выстраиваете в правильной модели экономической, но начинать тогда надо не с кредитов. Вот, условно говоря, для того, чтобы оставлять этих малых, малый бизнес оставлять в Украине, необходимо не давить налоговыми усилениями, которые сейчас пытаются осуществить правительство Аппарат. А наоборот, вы делаете для них тогда режим максимально льготный, минимального налогообложения. А вот там как раз проконтролировать, чтобы не было злоупотребления, легче, если вы знаете, что надо делать, потому что там главная проблема – это импорт, контрафактный импорт в Украину. Так вот, его надо перекрывать, и возможности по перекрытию вот этого, ну, контрафактно-серого импорта, либо там вообще черного импорта. Это надо делать в несколько иной способ, нежели вот просто пытаться установить все больше ограничений для этого малого бизнеса. Так вот, начинать надо именно с этого. Потому что когда этот бизнес будет… Вы должны создать ситуацию, при которой этот бизнес будет прозрачным, когда у него заявляется… А потом у вас уже появится инструментарий, что прозрачный бизнес, у него будет стимул быть прозрачным, потому что если у него появится уже общая среда, которая позволяет взять кредит, потому что тогда, да, тогда появляется вот эти механизмы гарантирования, которые необходимо государству делать. Да, необходимо, но это отдельная программа и отдельная история, ее надо готовить. Но то, что говорит, сказал пан Зеленский, это господин Зеленский, это как раз лишь отражает то, что сам он объективно, ну, в силу объективных обстоятельств, он не понимает, как это работает. Ну, есть, наверное, люди, которые должны понимать, да, и в кабинете министра. Ну да, а тут вопрос уже в какой мере уровень компетентности тех людей, которые мы же не знаем, он же не сказал, кто ему это нарекомендовал, поэтому мы не знаем, кому задавать вопросы и бить по голове за то, что он дает президенту идеи, которые потом не сможет орижать. Спасибо вам, спасибо. Я напомню, что господин программы «Лицом к лицу» был экономист Борис Кушнирук, я, Христин Астет, с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь телеканалом ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова